Добрый день, меня зовут Максим, я расскажу вам немного о тестировании мобильных трелажей, то, что знаю я. Сначала о том, какую роль вообще играет тестировщик в команде разработчиков. Это не просто какой-то бесполезный человек, могу не подумать, у него одна из главных ролей в разработке, потому что от его решений, от его действий напрямую зависит качество приложения. Качество определяет, в общем-то, позиции приложения на рынке. Успешное приложение может быть только то, которое хорошо тестируется. Почему перспективно тестировать мобильные приложения? Мы видим по графику скачивание приложений с Apple Store. Здесь не наше приложение скачивание, тут миллиарды, мы можем видеть, 30 миллиардов скачиваний с Apple Store в 2012 годах. Как мы видим, скоро будет вертикально вверх эти грани скачивания. Это очень быстро развивающееся направление, намного опережает распространение компьютеров и интернета в свои годы, 80-90 годы. Android не сильно отстает, 5 миллиардов скачиваний в 2012 годах. Windows Phone, конечно, тянется в конце, но тенденции есть. Перспективы у данной платформы такие никакие, но есть. В общем-то, мобильный сайт — это хорошо, а мобильное приложение лучше. Почему? Во-первых, интерактивный интерфейс. Приложение удобно и приятно пользоваться. Возможность использования в онлайн режиме. В принципе, мобильная версия тоже один и второй браузер позволяет, но не все. Расширенный функционал. То есть можно использовать все, что есть в вашем телефоне. Камера, видеолокация, все что угодно. Высокая скорость работы и низкий трафик. Он намного ниже, чем мобильная версия, чтобы нам не надо передавать разметку или еще что-то. То есть в целом оно серьезно повышает скорость. Есть инструменты для повышения активности пользователя. Это нитификация, автолокин в приложении. Каждый день присылать нитификацию, зайти, проверить, что нового в приложении. Как можно узнать активность. Ну, высокая скорость работы с какими-то тяжелыми объектами. Смотографиями, фотографиями, сражениями. Уже, в кавычках. Повышение активности, в кавычках. Ну, это я так пришел. Повышение активности. Для всех приложений актуально. Потому что многие игровые приложения очень перебарщиваются с нитификациями. Присылают каждый час. И в итоге люди обычно удаляют приложения. Так что это очень аккуратно. Повышается активность. Ну, и доставки, конечно, тоже есть в приложении. Дороговизна разработки. Вот каждую платформу FIUS отдельная команда разработки. Что это дорого стоит. Ну, FIUS это разная платформа. Ограниченный набор устройств поддерживает приложение. Потому что на старые ноги вы не поставите. Ну и сложность обновления. Невозможно фиксировать в тот же день или в тот же час. Вам придется в случае с рейтлом или инфоном ждать, пока ваше приложение заревьюет. То есть проверит. И только через какое-то время оно будет доступно. И пользователи не сразу ее обновляют. Как показывают практику. В общем-то, планируем и исполнение тестирования. То, как это делаем. Сначала следует собрать информацию о том, что вы собираетесь тестировать и для кого. То есть надо изучить аудиторию. Тестировать. Для кого вы это делаете. Изучить. Не стесняться изучать приложения или конкурентов. Или, к примеру, разработчиков той же платформы. То есть если мы тестируем приложение под Google Android, надо изучать приложение Google. Например, Google Mail или Google Поиск. Google Plus. Это может быть довольно полезно. А дальше изучение спеки и написание тестового сценария. Но, к сожалению, довольно динамично развиваются приложения. Не всегда можно написать тестовый сценарий. Достаточно хороший, с хорошим покрытием. Да и спеки не всегда пишутся. Поэтому в большинстве случаев пишутся либо просто заметки, либо mindcard. Ну, если кто-то не знает, я чуть позже наглядываю время ображу. Да, нормально. Тригуны. Тестирование реальных условий. Ну, на самом деле, начинается с третьего, можно сказать, пункта по шестой тянется. То есть очень важно брать телефон с собой домой. Входить по магазинам, использовать лифт, где плохая связь. И все вот это проверять на медленном интернете. Потому что это очень большая разница между Wi-Fi, где-то в офисе, и мобильным интернетом где-то на улице. Как в день и ночь. Значит, следует репрессионное тестирование, когда приложение уже готово. Следует отыскать все байни, которые появились в средстве новых функционалов или бандфиксов. Это довольно важно, потому что тестировщик мобильный приложение не имеет права на ошибку. Если приложение будет опубликовано в маркете, уже назад дороги не будет. Следующее приложение будет, может, не скоро сможет опубликовать. И ставьте классичные байни. Ну, и дальше следует сбор и анализ статистики. Там кто-то доступен, в маркетах, там, и саппорта есть, но, конечно, есть приложение. Потому что можно узнать, какое желание ваших клиентов отправить. В общем-то, и о каких-то багах, которые вошли, к сожалению, в ваших клиентах. Надеюсь, у вас никогда не будет. Ну что ж, первый эффект, который мы рассмотрим, это будет Windows Phone. Довольно новая платформа. Только развивающийся. Для начала его. Как он вам брою стрелы? Ну, не успею. Все, что я буду рассказывать, будет рассматриваться на примере нашего приложения. Которое воздействует различные сервисы, таких как Музыка, Найсаджинка. Офлот фотографий с симптомами. Вот. Поэтому, возможно, не все, что я расскажу, вы сможете удлинить протестированием этих приложений игровых или еще каких-то. Ну, надеюсь, что на этих курсах попробуем. Для начала протестируем на версии 7.5 Windows Phone. Скоро уже, ну, будет Windows 8, который мы также будем протестировать. Как я могу сказать со своего опыта, небольшая разница между данными производителями и достаточно одного телефона. Поддерживается только одно разрешение экрана. Ну, да. Довольно все просто. Связь. В общем-то, первая группа – это мобильный интернет, который медленный. Также проверяется работа с Wi-Fi. Ну, и все эти приключения между этими сетями также надо тестировать. Например, вот на сервисе Музыки вполне могут быть такие баги, когда вы переключаетесь между базовыми станциями или вообще просто между разными типами связи, и у вас может останется кэширование Музыки или что-то такое произойти. А как вы это эмолируете? Или бегаете действительно по листам? Короче, вопрос. В общем-то, у вас нет для этого специальной камеры, и сейчас мы катаемся внутри. Это лучшая эмуляция. Кота внимания по тормозу. Да, иногда приходится так. Довольно долго кататься вверх-вниз. Ну, да. Ну, надо так, чтобы то появлялась, то пропадала. На что не поддерживает этих хороших приложений. Так же надо проверять эти какие-то эмолы. В общем-то, ответ не вернулся. Да, да. Довольно важна имитация плохой связи при первом запуске для приложения, который основной на интернете. Потому что, когда только первый запуск, приложение начинает подтягивать данные, все это кэшировать, и что-то может пойти не так на себя. и все данные получат. Приложение надо проверять на взаимодействии с железным телефоном. То есть, это модули связи, камеры, динамики. Например, вот наушники. Для всяких музыки, например. То есть, если случайно вытянут наушники, музыка должна остановиться и не заорать там на всех полках. Например, вот так. Тестируется воеводействие с софтом, самого телефона, например. То есть, проверяется, как останавливаться из фонов приложения. Если, например, у вас есть сервис месседжинга, который привязан к тайну зону телефона, то это также надо проверять переключение тайну зоны. То есть, проверяешь, переключившись на другую тайну зону, у нас изменяется дата правильно. Локализация, если приложение поддерживает локализацию, переключившись на английский язык, вполне логично, то есть, приложение и начальное на английский язык. Клатификации, то, что они приходят, можно к клатификации перейти в приложение. Шея. Эта функция есть в интерфоне, то есть, там, можно зайти в галерею, выбрать фотографию и поделиться ей. Делать шею. То есть, отправить в наше приложение запасть в корректную фотографию, да, на корректную передацию. В нашем программе. Пользовательский интерфейс, в общем-то, поддерживает портретный не альбомный режим, но на самом деле, по опыту скажу, что на мифоне больше поддерживается портретный режим. Альбомы только в крайних случаях, когда, допустим, массажинг удобно использовать его. Ну да. В общем-то. Ну, стараясь собой избегать, что тут были лишних проблем. Проявляясь переключения между материнами, то есть, для пользователя, довольно привычным является только на самом деле переключение, ну, на самом деле, окна, перетягивая на то, 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 на то. Там вполне может только сломаться, вот и переключал. Какие основные сложности в тестировании мифона мы ощущали на себе? Особо полное отсутствие инструментов для тестирования. Невозможно не снять скриншот, не снять рук. Там вообще ничего нет на мифоне, где рук с тестированием. Все, что у вас есть, это руки и телефон. К сожалению. Даже, чтобы начать тестирование, вам понадобится девелоперский аккаунт, чтобы разблокироваться этот девайс, не поняли вам, скажем, тестерские приложения. Вы не сможете начать это делать. Ну, в свою ленту вносит закрытая файловая система. То есть, даже если вы найдете способ снять скриншот, то вы никакого не принесете на компьютер. Знайте программную синхронизацию. Довольно много багов в самой платформе. Ну, она молодая довольно. Долго и бюд-приложение это, на самом деле, тоже проблема тестирования. Если какой-то баг, то вы нескоро сможете его исправить. Иногда и бюд-приложение на стороне… На стороне… Ну, на Microsoft. На самом деле, они говорят, что там не за неделю справятся, а бывает не за неделю. Ну, совершенно не информационная система отзывов и оценок. Из них почти невозможно узнать, на каком девайсе проблема, какая операционная система и в чем, собственно, проблема. Ну, это характерно все платформы. Почти. Я бы сказал, отличие составляет… Ну, андроид. Там хотя бы можно узнать девайсы. Некоторые. Но не все. Там девайсы хотя бы можно. Ну, не всегда. Не всегда. Не всегда. Не всегда. Основные тестки есть. Канал при этом выполняет поворот девайсов. Нестабильное соединение. Блокировка-разблокировка экрана, когда перерисовывается, в общем-то, весь интерфейс. Переход в спящий режим. Это касается и модуля связи. Если вам вырос, то картинка смешна, то есть она вполне может картинку подгрузиться на экрану элементов формулана или вообще не подгрузиться. И одновременные запросы или нажать. То есть если вы нажмете одновременно две кнопки, то скорее всего произойдет трэш. Полезная клоула. Я нашел такую программу, спинкапшер, для стороннего приложения для снятия скриншотов. Вы его не сможете найти на Google Play. Только где-то в интернете искать. Ну, нищий сам деплойм для установки для стороннего приложения. Еще одно приложение для синтонизации. Вот. Майкерсов с SDK, при лоберском контексте можно использовать там найти эмулятор если у вас нет девайса можно использовать эмулятор в принципе неплохой. Вы сможете искать там стереопроизводительность приложения, но UI-ные баги или функциональные найти можно. Дальше у нас этот iPhone монстр который всегда главный его противник это Samsung со своим Android. Ну, я бы сказал, Samsung главный пистолетом Android у него 50% рынка Здесь мы опять же будем рассматривать на нашем приложении. Здесь добавились только видеозвонки на приложение. Также есть поддержка планшетов. Ну, в Windows Store просто еще нет планшетов. Они пойдут только с Windows 8. И там здесь уже гораздо больше платформ. Версия 4-я, 5-я, 6-я. Поддержку 4-я, 2-я версии скалорам прекратим по причинам самого рейба. Так как они отказываются на 4-я версии. Не отказываются на 5-я версии. Если вы хотите на 6-ю версию, то на 4-я, 2-я, 2-я Да. Либо то, либо другое. Выбирайте сами. Девайс, на которых мы тестируем, скажу, что в принципе как минимум надо иметь 4-й айфон и 2-й айфон. У вас будет как рейтинно, как и нерейтинно, и планшет нет. Как минимум надо. Реально открывается В общем-то связь ничем не отличается. Кто-то не будет о ней рассказывать. Железо. Ну, появился микрофон, потому что у нас появились две блоки в вашем приложении. софт. В общем-то у нас в IOS есть ограничения самой платформы, такие как ее локации и приватность. В пустом IOS мы не можем получить доступ к галереи без позволения пользователя. Это накладывается определенное ограничение и требует дополнительной разработки. пик стены в принципе не отвечает. В дальнейшем в принципе не отвечает. Что такое подключение между динамиками? Это для сервиса видеозвонков, когда если подносишь смартфон динамик должен переключиться от заднего на передний более слабый. Пользуется интерфейс в общем-то это ретина и не ретина экран. Рисуется в общем на отдельный UI подсветный режим айфон как в Windows маншетный iPad Ну и довольно важно для айфонов плавность анимации. Пользователи очень любят когда что-то тормозит любят чтобы все было очень плавно и красиво. Вот кто не знает какой-то майкартер можно посмотреть фазы чуть ниже которая расположена это полная майкартер тестирование iOS в общем какие сложности тестирование под разные экраны чего не было на винфоне нет простого способа снять блок ну если у вас есть вокруг вряд ли будут проблемы с этим я его не да закрытая файл ассистема как я не понял например довольно интересно что полное удаление данных происходит через сутки вы удалили приложение но данные не удаляются через сутки 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 опять же невдобная информативная система ввода процента и в банке проблемы на стороне в общем в апплстор потому что мы сталкивались с таким что приложение не загружается из апплстора либо загружается предыдущая версия потому что такое случалось ну и опять долгий основной кейс это поворот девайса все первые пункты начинается интересно поворот девайс с момента перехода либо действия если вы одновременно понажимали уже все кнопки надо проверять одновременный поворот и нажатие нажимать и поворачивать экран скорее всего тоже будет хорошо в общем то если в разработке участвует более одного программиста то merge кода довольно проблематичен и часто теряются ресурсы то есть в виде два кода и вполне может потеряться какая-то иконка или кнопка у вас полезное по iTunes следующий идет iPhone configuration через него можно ставить приложение вашей телефон и то есть сервис через который можно распространять приложение для тестового центра Android есть у нас у нас есть в ней есть в ней добавился виджет чего нет естественно в iPhone а ну конечно можно еще делиться сутками прямо через правду почему тоже нет в iPhone в iPhone уже очень много поддерживаемых версий платформы самые популярные 2.3 версии 4.0 также на 3 версии хотя довольно мало но почти все 2.1 достаточно много что там к сожалению 2.1 более старый но 2.1 действительно довольно много мы поэтому поддерживаем данную версию платформы и тестируем производителей очень много Samsung 50% рынка поэтому если вы тестируете как минимум обзарядитесь Samsung также желательно более 2000 девайсов на данный момент поддерживается Android можно считать что очень большая разница между производителями у каждого своя кастомная версия платформы и различие просто то есть у нас вполне бывали такие проблемы когда на 10-15 телефонах все идеально протестировано нет никаких проблем а на каком-нибудь производителе вообще не запускается приложение в такой плане можно довольно часто сталкиваемся не убивали когда-нибудь тесты если вам привязан нет не рады а вы прошу не у вас не такой жесткий остановимся аккуратно в общем-то разрешение экрана тоже очень много разных разрешений это в общем NDPI это да вот на 15 девайсах протестировали на 16 не работает а какое ваш решение исправить конечно то есть если понадобится мы даже ищем эти девайсы у коллег кого угодно пытаемся на эти девайсы исправить все проблемы поддерживаем даже самые старые и дешевые девайсы потому что нам важна вся устрой согласен в общем-то поможет проигранчики утикает количество точек на Q и у всех телефонов оно разное плюс есть еще размеры вполне может быть большой экран но очень мало точек на дюйм и соответственно это огромный разброс на каждом у девайса свой экранчик и это создает свои проблемы на одном девайсе все выглядит очень красиво на другом все съедет вообще что-то не отобрататься это полный кошмар слава вам говорю поэтому лучше не посетовать железо ну добавляется карварная акселерация которая есть на некоторых девайсах которая позволяет ускорить все графические в роботе многое другое так же надо тестировать карварные кнопки треклоу почти не тестируются но на KTC они бывают софт есть еще софт варная акселерация с которым у нас были недавно проблемы то есть мобильная версия внутри нашего приложения к сожалению тормаживает немного из-за того, что мы их встречали все раз в минуту мы избавились от многих проблем которые к сожалению не наши баги а баги самого андроида они говорят что мы это поддерживаем а на самом деле у них там баги которые они не правят гадами как-то так ну функция отправить честь тот же шея что и инфон в общем открыть с помощью открыть фото через какое-то другое приложение виджеты ну мы поддерживаем статички на данный момент они бывают разные раздягиваемые трафта заполняется под свободное место ну в тестилим виджетов особо рассказывать нечего единственное можно упомянуть что при переносе приложения на sdk то виджеты поддерживаются ну интересно на старых два лет по моему версию андроид тут она не поддерживалась ну в своих вкладах это как и на телефоне у нас с витринами было остальное тоже самое но вопрос у 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 м у у у у у у У нас всё сделано по 4-й андроид в нашем приложении. Здесь интерфейс. То есть мы не делаем так, как в DRAWG MLB. На андроиде в телефонах делают рейклс и интерфейс. Это говорили красиво. Это основа Майнкарда. Она выросла, всё-таки это андроид. И рад подробнее вы сможете рассмотреть. Я думаю, правда, смотрите отдельную презентацию и ничего нет. Основные сложности под андроид это разнообразие производителей. Тысяча девайсов. Разнообразная версия операционной системы. Разрешение. То есть, чтобы ваше приложение естественно хорошее, вам надо тестировать на 20-30 и более девайсов. Это довольно сложно. От этого все проблемы. Вы делаете приложение. Оно идеально на вашем DRAWG. Телефоне. А то есть тестировщик, который идет в другой телефон, он вам начинает рекордить кучу багов. Потому что у него ничего не работает. Как-то так. Очень много сторонних программах тоже. То есть в андроиде, если вы поставите тут нестандартную кувертуру, этого достаточно, чтобы ваше приложение перестало работать. Поэтому надо обращать внимание именно на сторонние приложения. Также, например, у нас была проблема, что когда мы делаем снимок через наше приложение, используя дефолтное приложение камеры, все было нормально. Скачали приложение сторонние, посторонние. И там, в общем-то, были проблемы. Снимок не передавался в наше приложение. Так же добавляют проблемы разнообразие дизайна и инфигации. То есть второй и четвертый номер сильно отличаются, на мой взгляд. Ну, система отзывов оценок, как я уже говорил, чуть лучше. Что-то можно узнать. Пожалуй. Тест-кейсы. Опять все те же. Я, кстати, забыл упомянуть, что в отличие от инфона, на айфоне, вот, Поворот Девайс, это такой самый альбомный кейс, наверное, 40-50% инфана. При Повороте Девайс занимается. Поэтому, думаю, наверное, не могут упомянуть. Иногда стоит отказываться от поддержки альбомной репутации. Это было очень много от поддержки. Такие вот интересные находили кейсы, которые теперь мы часто проверяем, как вытеснение приложения. Какой банк отпустил ВКонтакте, но вы нашли в нашем сервисе музыки. Когда вы, допустим, запускаете какой-то трек, сворачиваете приложение, допустим, идете посмотреть какие-то сайты или что-то другое делать. Допустим, браузер очень сильно заговорит картинную память и приложение вытесняется. Через 10-15 минут песня перестает проигрываться. Это серьезная проблема. Второе мы, в общем-то, решим. Другие не находятся. Иногда такие банки. Но это стоит обращать внимательно. Для определенного кашли сервисы. Переход в стоящий режим, в принципе, тоже. Это и модуль связи, и приложения. А в каком случае проблема? Как уже говорил Саня, проблема облада состава приложения очень много на андроиде. И тестирование различных DPI. То есть DPI это релизом. Обязательно надо проверить на всех доступных девайсах и на все 4 DPI. Речь о том, что на предыдущих слайдах у нас были проблемы, что приложение может не запрещриться просто на том-то DPI из-за отсутствия ресурсов, допустим, по данным экранам. Полезное ПО. Не буду про него много рассказывать. Но его очень много. Каждый сможет под себя что-то найти. Достаточно того, что в стандартном биллокенском комплекте есть DPI. Далый дебат-монитор. В нем можно делать санкшоты. Можно снимать блоги. И в нем есть аккумулятор. Я не советую им пользоваться. Это, в общем-то, бесполезная вещь. Деструйте на реальный девайс. Это главное. В общем-то, небольшие такие выводы. Основное влияние на работу мобильного приложения. Это платформа самого телефона. Софтварное воздействие со стороны других приложений. Хардварное воздействие. То есть, со стороны, ну, допустим, использования одновременно одного и того же модуля. Допустим, одновременно два приложения хотят запустить звук. Поэтому от этого будут проблемы. И, в общем-то, нам добавляют проблемы API и мобильные версии иногда чуть-чуть. Какие методы мы используем при тестировании мобильных приложений? На первом месте я поставил совместимость. Что важно, чтобы на всех девайсах все работало, на всех пользователей. Иначе мы будем терять аудиторию и клиентов. В совместимости вопросов. У вас три платформы. У вас, к примеру, скорее всего, три отдельные команды работают. Да. А на счет функциональности как-то пытаетесь синхронизировать, чтобы они одинаковые были? Или каждая команда может работать как-то по-своему? Мы стараемся синхронизировать, но мы учитываем отзывы и пожелания пользователей, которые мы, в общем-то, получаем из маркета, либо из официальных групп, либо из других источников, например, саппорта. То есть пожелания пользователей, конечно, очень классные. Поэтому могут быть небольшие такие различия. Дальше идет юзабилити, тестирование. Потому что это очень важно, чтобы на мобильных приложениях было все удобно. Экранщики иногда маленькие, но очень маленькие экранщики, где неудобно пользоваться приложением. Поэтому каждая кнопка должна быть в идеальном нажатии, должна быть заметна. И серая кнопка на сером фоне. Навигация должна быть понятна. Это очень важно. Особенно для iPhone пользователей. Дальше идет функциональное тестирование. Почтовой взгляд. И пользователи, наверное, меньше обращают внимание, потому что что-то не работает. Но это очень важно. Как тестируйте, рассказывают люди. Я думаю, тестировщики так знают, как тестирование в профессии, так и функциональное тестирование, как проводится. Тестирование производительности тоже. Тестирование. Очень большая проблема. Особенно для Android. Где много слабых девайсов. Там тоже долго все быстро работает достаточно. Тестирование на внешнее воздействие надо производить. То, как мы используем телефон. Знаю, вот этот CTI в лист, это тоже как внешнее воздействие. Тестирование стабильности работы приложения. Или при стрессе в своей ситуации, когда мы вытаскиваем SD-карточку с телефона в тот момент, когда мы фотографии загружаем с SD-карточкой. Или вытаскиваем батареи, чтобы после этого сохраняться ли наши данные приложения. Дальше идет тестирование энергопотреблений. Это очень актуально для Android. То есть, да, батареи до полдня назад. Что-то нужно поделать. Можем так и так разведить с вашим приложением или вашим. Нет, приложение может очень сильно влиять. Например, есть такие приложения, в которых просто процент вашей батареи будет падать в минуту. Каждый процент будет теряется. Нет, пожалуйста. Можно написать так, что оно будет реально очень быстро съедать. Постоянно окружать CPU, понятно? Или, например, акселерацию. Включение акселерации, конечно, ускоряет приложение, но это и есть батарея. То есть, надо это все разумно использовать, не злоупотреблять. И тестирование локализации, если оно, конечно, у вас есть приложение. Я думаю, что просто и так, в принципе, понятно. Локализация, оно должно переключать все языки и правильно переводить. Максим. Изобилийте, вы делаете какие-то фокус-группы с избранных пользователей или как? В принципе, мы основываемся в основном на нашем собственном мнении, мнении нашей команды. Фокус-группой являются наши коллеги. В первую очередь. Тем не менее, тот фидбэк, который мы забираем, все-таки. То есть, перед тем, как выложат фичи, мы, конечно, пробуем максимально доступную для нас аудиторию. То есть, здесь можно платить. И потом учитываем мнение. Маркет, адрдмаркет. Я открыл андроид-маркет, и вот, например, сегодняшнее число там больше 1 звездочка вам поставлен. 1 или 5. Это какие-то последствия для теста Тима будет завтра? Нет, они уже были, я корректированно в этом случае не буду. Это та ситуация, которую Макс рассказывал. Потому что 15 устройств проверили. А один, кстати, вот тут сидит вот у пользователя Sony Ericsson. Вот реально были проблемы, из-за которых пришлось вот это все перекладывать, быстро фиксить, разбираться. Причем проблемы были, насколько я понял, на стороне производителя. То есть, мы включили вот эту акселерацию, и у них была некорректная работа с буфером в самой платформе. То есть, это не наши были проблемы, но, к сожалению, мы не смогли это найти. И нереально подсоцировать свои подливательства. Это был, например, на свой ерекс. Звездочку поставили вам. Звездочку поставили вам. Но, к сожалению, не так. Самое обидное, они потом ее использовать не будут опять. Вы знаете, самое обидное, когда ставят единицу или одну звездочку, когда они не могут, допустим, скачать приложение в случае с Apple Store. У них загрузка не идет, или устанавливается не та вещь, и они вам ставят единицу. Хотя это реально проблема Apple. Это еще более... А на Apple не нельзя оценить, не скачать приложение. Если транзакция прошла на стороне, то все, можно оставлять приложение. Вот это. Да, ну, в общем... Еще раз я буду вернуться к важности регуляционного тестирования. Это один из самых главных этапов тестирования перед релизом. Обязательно надо проверить старые баги. То есть вот у вас был прошлый апдейт. Выберите самые критичные баги. Перепроверьте их, что их нет в многом мире. Также стоит составлять список наиболее популярных список, как были у нас на слайдах. Повороты девайсов. Все это стоит записывать и проверять каждый раз. И желательно перед релизом установить приложение на все ваши девайсы. Проверьте, что оно усыпно установилось и запускается. Это тоже важно. Потому что, как я говорил, ошибок нельзя делать. Пользователи, как мы знаем, мы уже убедились, этого не прощают. Они ставят единицу, потом вы выпускаете хорошее приложение степенно работающие, они не изменят эту единицу. Они могут даже изменить комментарии. Все, спасибо, исправили, и остается единица. К сожалению. Дальше. Изучение целевой аудитории. Ну, это довольно, на мой взгляд, важно. Потому что в случае с Android очень много девайсов, которые надо тестировать. И изучение целевой аудитории может суть в круг тестирования. Если вы делаете платное приложение, которое стоит 10 бат, такое дорогое. Ну, глупо тестировать на дешевых телефонах. На мой взгляд, это можно в последнюю очередь такие предприятия. Ну, это, конечно, не в нашем случае. У всех девайсов. Да. Изучение нативных приложений. Как я и говорил, стоит изучать приложения возможных конкурентов. И производителя, разработчиков у вас той же платформы, что есть в приложении. У вас надо, ну, узнавать основные направления и дизайн. Так что стоит развивать приложение. И, опять же, важность тестирования на реальных девайсов. Не стоит тестировать регулярно. Это вы пропустите большинскую баг. Общие плюсы и минусы тестирования мобильных приложений. Ну, в общем-то, вам остается довольно интересно. Это вы можете тестировать в любое время, в любом месте. Продолжение следует. Програмпаiderixa следует диапазон из Путатчинлянного вида. Вided для их conscientism, как ЕС-на-Нил и Уни-Нел... ... founded in made of the day about what of the life of the life of the world... систем ‫об Kirch parent and CEO 316 year. Пред solu再 Nast cortical with the community of the work of the research which are really good for people who find themselves productive... ...